Приветствую. Считать чужие деньги нехорошо, но есть одно исключение, когда речь идет о чиновниках. Особенно, когда речь идет о больших деньгах. Особенно, когда речь идет о деньгах с непонятной историей их происхождения. Сегодня мы поговорим о том, как чиновники хотели скрыть информацию о своих доходах и почему у них это не получилось. А начнем мы с истории. Избрав европейский вектор развития, Украина создала реестр деклараций чиновников. Открытый реестр. Реестр, в который каждый из нас может зайти и посмотреть, какие же доходы у того либо иного чиновника. Какая у него недвижимость, сколько у него земли, автомобилей и сколько это все стоит. Когда начались боевые действия в Украине, государство сказало, что поскольку ситуация такая форс-мажорная, мы освобождаем чиновников от необходимости электронного декларирования. И в целях их безопасности, ну как мы понимаем чиновники это самое главное, что нужно защищать в Украине, мы закрываем реестр этих деклараций. Мол, чтобы враг не мог зайти и посмотреть эти декларации. Видимо, враг, который планировал наступление, не имел возможности до этого сграбить данные реестра. Ну то такое. Что происходило дальше? Сейчас, когда, скажем так, боевые действия несколько были локализованы, стал вопрос, а может все-таки стоит чиновникам возобновить электронное декларирование и открыть реестр для людей, чтобы каждый мог зайти и посмотреть, а насколько разбогател тот либо иной чиновник за время военного положения. И вот здесь начались сложности. В Верховную Раду был внесен соответствующий законопроект 9534 и депутаты в едином порыве практически проголосовали за то, чтобы такого не было. Ну, вернее как, они сказали, что окей, декларирование мы возобновляем, но реестр будет закрыт. И что самое интересное, некоторые депутаты, особенно смешно было смотреть тех депутатов, которые стали до этого фигурантами коррупционных скандалов, вот, они на камеру всерьез рассказывали о том, что все это мы делаем с целью защитить тех людей, которые сейчас находятся там где-то на оккупированной территории, либо на территории, где ведутся боевые действия, мол, потом они могут захватить эти территории, и враг узнает, где живет тот или иной чиновник, ну, мол, у врага нет там никаких спецслужб, да, и вот все, все зациклено на этом реестре. И реестр мы закрываем исключительно с целью безопасности вот тех людей, которые находятся там в зоне боевых действий. Конечно, там возникает сразу логичный вопрос, а почему мы тогда закрываем реестр для всех чиновников в Украине? Да, ведь в Киевской области, где сидят наиболее интересующие нас чиновники, не идут боевые действия, да, в городе Киеве. Ну, а то такое, то неважно. Главное, что там боевые действия, и поэтому мы должны защитить чиновников, а поэтому мы закрываем реестр. Ну, как вы понимаете, пояснение такое себе. И вот что интересно, как дальше развивались события. Законопроект проголосован, подписан главой Верховной Рады Украины и передан на подпись президенту Украины. Еще раз напомню, это законопроект 95-34. После этого появляется петиция. Петиция к президенту Украины с требованием наложить право вето на этот законопроект и внести в него исправление. То есть идея о том, чтобы открыть соответствующий реестр. Петиция, вы вдумайтесь сейчас, петиция набирает менее чем за сутки необходимые 25 тысяч. В итоге на сегодняшний день, вот на момент записи видео, это 23.09, в петиции уже, петицию поддержало 83 тысячи человек. То есть, конечно же, общество хочет, чтобы чиновники показали свои доходы. И, конечно, нам очень интересно, кто разбогател за последние полтора года. И нам хотелось бы задать вопрос, откуда эти деньги, да? Но это вопросы уже будут, пусть задают компетентные органы. Конечно, конечно, я знаю, что многие из вас в комментариях всегда пишут, что, мол, петиции бесполезная вещь, никто на них не реагирует. И у нас же есть очень яркие примеры, да, когда там были петиции, которые набирали по 25 тысяч, например, о запрете выезда мужчин из Украины, да? Ну, вернее, о снятии этого запрета. И что? И результата никакого. И вот здесь, вот, друзья, я хочу некий такой позитив привнести сюда, да, показать, что все-таки это может работать. И петиция, которая набрала соответствующее количество голосов, она была рассмотрена президентом. Президент наложил право вета на этот законопроект. И, соответственно, внес справки, которые как раз и касаются тех наиболее болезненных вопросов. И на сегодняшний день законопроект 9534 уже повторно проголосован Верховной Радой Украины. Соответственно, там, большинство, там, больше 300 голосов, вот вдумайтесь, больше 300 голосов проголосовало за вот эти правки, которые внес президент. И скоро президент его подпишет. Законопроект этот наберет силу, да, станет законом уже. И, соответственно, мы с вами сможем узнать, кто сколько заработал за последние полтора года. И, конечно же, мы будем надеяться, что будут журналисты, которые будут расследовать, да, они будут разбирать эти декларации, придадут где-то общественной огласке. И будем надеяться, что соответствующие органы за счет того, что будет дан такой общественный резонанс тем или иным декларациям, соответствующие органы будут принимать те решения, которые они должны принимать в соответствии с законом. И, возможно, кто-то из чиновников все-таки понесет ответственность. Ну, а теперь поговорим о том, почему вообще эта ситуация стала возможна, да. Почему вот такая история получилась, что депутаты сначала проголосовали против, когда президент наложил вето, они проголосовали за. Хотя, учитывая, что там больше 300 голосов за, то, в принципе, депутаты могли бы преодолеть вето президента. То есть, такая возможность у них была. Вето президента действительно можно преодолеть. Если конституционное большинство депутатов бы проголосовало против вот этого вето, да, снова утвердило бы этот закон, то они могли бы, соответственно, продавить, переиграть президента. Конечно, здесь есть разные варианты. Есть вариант какой? Ну, понятно, царь хороший, бояре плохие. Безусловно, есть такой вариант. И мы можем сказать, что здесь идет подготовка к возможным выборам президента Украины. И вот здесь нужно было Зеленскому показать, что вот да, он серьезный игрок, да, и он за народ. А может, все-таки по-другому. И мне хочется, вы знаете, верить, что все-таки это не подготовка к выборам. Мне искренне хочется верить в то, что это продолжение реально политики государства. Государство, которое выбрало европейский вектор развития. И что то, что президент сделал, это выполнение, по сути, просто выполнение тех требований, которые от нас к нам предъявляет Европейский Союз, который к нам предъявляет МВФ для того, чтобы там в последующем Украину включить в соответствующие структуры, да, в тот же Евросоюз. И в любом случае, как бы то ни было, я нахожу вот эту ситуацию положительной. Почему? Потому что независимо от мотива, то ли это искренне было, то ли это была вот такая схема подготовка к выборам, мы в любом случае получили в итоге открытый реестр деклараций чиновникам. И, соответственно, в связи с этим, естественно, будут определенные скандалы, будут интриги и будут расследования компетентных органов. Будем следить за тем, как будет развиваться эта история, и я думаю, мы получим еще не один коррупционный скандал в связи с этим. Если вы считаете, что данное видео было полезным, ставьте ему лайк, подписывайтесь на мой YouTube-канал, также приглашаю вас на свой Telegram-канал, информации там больше, появляется она оперативнее, чем на YouTube, также я там отвечаю на ваши вопросы в комментариях. На этом у меня все, я вам желаю удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok